Жители района могли купить свежие и качественные продукты местных производителей для новогоднего стола и другие товары. Сахалинские ярмарки всегда пользуются популярностью у невельчан. На предновогодней ярмарке сегодня многолюдно. Она пользуется сегодня большим спросом, ведь на ней представлен огромный выбор различной продукции. Большое количество покупателей наблюдалось возле павильонов и машин с мясной продукцией и морепродуктами. Предновогодняя ярмарка радовала посетителей мясными, рыбными деликатесами, молочной, хлебобулочной и медовой продукции, кондитерскими изделиями, овощами и фруктами по доступным ценам. Ярмарочное мероприятие сопровождалось задорной развлекательной программой. Ярмарка у нас не простая, а предновогодняя. Мы хотим вас поздравить с наступающим Новым годом. Пожелать вам здоровья, успехов в следующем году и продуктов столько, сколько сегодня у нас на новогодней ярмарке. С наступающим Новым годом вас! Есть снежок, белая метелица, говорит, что любит, только мне не верится. Есть снежок, белое сияние, под огном дружок, значит, господи. Кульминационным моментом стало подведение итогов традиционного районного смотра конкурса «Новогодние огни-2019». Прежде всего, хотелось бы поздравить вас с наступающими праздниками, Новым годом, Рождеством Христово. Пожелать вам всего самого хорошего, финансового благополучия, удачи, успехов. Вам и вашим близким, прежде всего, здоровья крепкого, мирного неба над головой и еще раз с наступающим вас праздниками. В номинации «Лучшее уличное оформление предприятий торговли и общественного питания бытового обслуживания населения» первое место присудили кафе «Дон Кихот». Второе место присвоили магазину «Тысячи мелочей». А третье место – объекту бытового обслуживания «Шиномонтаж». В номинации «Лучшее декоративно-художественное оформление интерьера предприятий торговли и общественного питания» бытового обслуживания населения на первом месте оказался магазин «Орион». Второе место у объекта бытового обслуживания «Баня у дяди Вани». И третье место у кафе «Даймонд». В номинации «Лучшее уличное оформление, декоративно-художественное оформление интерьера объектов социальной сферы» лучшим стал детский сад номер один «Родничок» села Горнозаводска. Второе место завоевал детский сад номер одиннадцать «Аленький цветочек». На третьем месте школа номер три. Остальные участники получили дипломы и поощрительные призы за участие. В этот день все гости ярмарки уносили с собой предпраздничное новогоднее настроение и разнообразные покупки. Особое внимание привлекала уличная торговля живыми елками. Ну и какая же предновогодняя ярмарка без главного символа Нового года? Это пушистые красавицы ели, которые сегодня расхватывают, как горячие пирожки. Продолжилась предновогодняя ярмарка музыкальными поздравлениями. Елена Стрелкова, Евгений Романенко, Невельские новости.